Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем случай стойких красных пятен по краю головки. К нам обратился молодой человек, у которого в районе края головки были два пятна, одно большое, другое поменьше. Соответственно, они были довольно стойкие, локализовались на одном месте, не уменьшались от мази, которому данному пациенту назначали в КВД. Какие мази назначали? Это стандартный клутримазол, стандартные противогрибковые мази, стандартный флюканазол внутрь капсулы. Такое лечение не приносило никакого эффекта данному пациенту. Естественно, что в КВД никогда практически не берут на грибок, поэтому ставят все на глазок. И хотя нет здесь тех самых налетов, которые часто описывают при грибке рудокандида или молочнице, все равно лечение у врачей-маляров и таблеточников одно и то же. Красная головка, мази клутримазола. Ничего больше они, так сказать, сделать не могут. Хорошо, что еще в данном случае не было совершено циркунцизия или обрезание, потому что подобные пятна могут, в общем-то, прекрасно существовать и если произошла подобная операция, скажем так. Почему? Потому что это, в общем-то, мы видим с вами такое стойкое, достаточно пятно, резко отграниченное от правящей головки, да, и, соответственно, тут нужно провести в том числе дерматоскопию, да, это вот такой аппаратик посмотреть, что это такое. Это псориаз. Действительно, ваш покорный слуга часто наблюдает такое, такое заболевание, как псориаз на головке полового члена, на крайней плоти. И в тех случаях, когда я его наблюдаю, у мужчины приходят, это то поражение, которое занимает только половые органы. Редко, когда ко мне приходят люди с псориазом, допустим, тела, да, у них параллельно пораженный член, но им неинтересно, потому что они знают свой диагноз. Сложность возникает с тем, что, во-первых, если такой диагноз поставлен, то наши высоколовые профессора считают, что обязательно должен быть поражение суставов, но у данного пациента как раз никакого поражения суставов не было, да, он такие пятна носит уже в течение полутора лет, никаких болей в суставах не было, мы взяли анализы, соответственно, на мочевину, на, соответственно, осло, там некоторые другие показатели, они были в пределах нормы, сои и так далее, то есть острофазовые показатели. Ну и что здесь делать? Здесь, как и всегда, мы поступаем по венгерской схеме, то есть наатриотисульфат, кальций, глюканат, это внутривенно, азон, внутривышечный мы ставим гептрал, витамин В12, данные инъекции мы колем через день, значит, соответственно, наружу назначаем крем-нафтодерм, да, вот, или линемент, как он правильно называется, нафтодерм с нафтландской нефтью, наружу мы назначаем также, ну, тот же самый Дейванекс, например, негормональный, в принципе, такого лечения хватает большинство пациентов. Очень важно здесь не пороть горячку, не используйте новомодные препараты, которые так любят продавать профессора современные, да, но в них ничего на самом деле плохого нет, это препараты, которые, грубо говоря, блокируют те вещества, которые выделяют клетки, да, пораженные, так сказать, псориазом, однако в данном случае это не нужно, не нужно лишний раз нагрузить организм при вот таких ограниченных поражениях, нужно просто лечить, и желательно без гормонов, вот, и вы видите на картинке, что мы получили через две недели такого лечения, практически остаточное явление вот подобного заболевания, которое существовало целых полтора года у пациента. Прежде чем ставить кандиду, нужно внимательно осмотреть пациента, поставить правильный диагноз, в принципе, и этого вполне достаточно для проведения такого простого, понятного лечения и достаточно недорогостоящего. Параллельно, соответственно, нужно не забывать о том, что практически всегда мы используем ультрафиолетовую терапию, да, кожа, член, такая же кожа, как окружающая, и прекрасно здесь действует тот же самый, да, локальная полу-терапия с препаратом имифурин, да, наружно производится облучение ультрафиолетом аспектра, и это прекрасно дополняет то лечение, которое я перечислил выше, да, то есть, в общем-то, это, опять же, недорого, препарат стоит там совершенно недорогих денег, он российский, и, соответственно, опыт применения при псориазе уже много десятков лет, поэтому не нужно бояться каких-то псевдоосложнений, которые придумывают эти широколобые профессора, конечно, нужно иметь опыт, то есть не обжечь желательно член, да, такое тоже может быть, однако, в принципе, такое ультрафиолетовое облучение позволяет буквально за 3-5 процедур добиться прекрасных результатов параллельно с общим лечением, поэтому вот такая комбинация использовалась нами при лечении данного пациента, и в большинстве случаев 10-20 дней вполне хватает подобным пациентам для, в общем, того, что подобные высыпания у них проходят практически полностью или полностью, что более часто, не практически, а полностью, да, и отсутствие рецидивов, как правило, у подобных пациентов довольно длительное. Вот, судя по нашим наблюдениям, это 3-5 лет в среднем, да, занимает, потому что локальная форма, как правило, пусковым фактором является какой-то стресс, и, соответственно, длительное время мы видим ремиссию подобных пациентов, они к нам периодички обращаются, потому что, в общем-то, уже не хотят вас с этим волшебным калтримозолом, который так любят доктора в КВД, понимая, что он, в общем-то, им не поможет. При необходимости диагностики и лечения речных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра ПЛАТО КВД в Москве, у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас на же клиенте, чтобы подписаться на наш канал на YouTube, на наш канал в Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok